Здравствуйте, уважаемые коллеги! И с вами я, Александра Пуляевская. С сегодняшнего дня мы с вами начинаем серию видеоуроков по работе с облачными технологиями. Возможно, кто-то из вас удивится облачной технологии в образовании. Зачем? Это сложно, это непонятно, мне это не надо. И здесь я могу сказать следующее. Вы не одиноки в своем заблуждении. Если вы используете интернет-хранилища для совместного доступа данных, например, Google Диск, Яндекс.Диск, или вы используете Google Документы, то в этом случае вы уже применяете облачные технологии. И вот сегодня мы с вами поговорим как раз о тех возможностях, которые позволяют нам использовать Google и его приложения для образования. Итак, мы с вами начинаем знакомство с таким интересным сервисом, как FlippyTee. FlippyTee. Возможно, это звучит так. Может быть, как-то это FlippyTee. К сожалению, точно сказать не могу. Итак, данный сервис является абсолютно бесплатным. Вы удивитесь, да? Причем тут FlippyTee и, соответственно, Google. Все дело в том, что данный сервис позволяет нам с вами работать с Google таблицами и создавать всевозможные интерактивные задания. Посмотрите, на сайте сейчас вы как раз видите, что можно разрабатывать флеш-карты, да? Можно создавать викторины, колесо фортуны, да, если так его назвать, работа с поиском слова, замечательные упражнения относительно как раз говорения, да, аудирования, создания кроссворда, бинго, веселица, да, и так далее. Посмотрите. Вот. Это различные виды заданий, которые здесь можно создавать. Еще раз повторюсь, что в этом случае мы с вами объединяем работу в Google таблице, да, и вот Google таблица для нас является неким шаблоном, вот, и по нажатию кнопочки, собственно говоря, будут получаться у нас с вами интерактивные задания. Итак, я бы хотела начать с кроссворда. Итак, уважаемые коллеги, урок номер один, как создать кроссворд в Google таблице. Конечно же, вы должны быть предварительно зарегистрированы в Google. Для того, чтобы выйти в Google таблице, вы можете использовать непосредственно Google диск. Потому что, когда мы с вами нажимаем создать, да, у нас есть возможность с вами работать вот с документами, с таблицами, с презентациями и загружать какие-то файлы. Поэтому, если у вас еще нет до сих пор регистрации в Google, вот, для работы с лепитием вы должны будете, конечно, ее получить. Итак, как я уже сказала, урок номер один, работа с кроссвордом. Обратите внимание, что у нас с вами есть демо, есть инструкция и есть шаблон. Давайте посмотрим, в чем особенности данного кроссворда. Нажимаем демо. Вот, мы с вами видим, что есть сетка кроссворда, да, вопросы к нему. И, если мы с вами нажимаем ключ, то в этом случае мы видим с вами уже сетку с кроссворда, заполненную. Мы можем с вами распечатать. Вот так это будет выглядеть. И, если у вас, ну, не пять слов, да, а больше, то обратите внимание, вы можете еще и менять эти сетки. То есть, таким образом, вариативность задания вам обеспечена. Соответственно, вы можете каждую сетку распечатать, как пустую, так и с ключами. Что касается инструкции, она, конечно, на английском языке, но мы с вами здесь, в общем-то, можем понять, что нам с вами для этого необходимо, прежде всего, воспользоваться шаблоном, отредактировать слова и вопросы. Вот, и можно делать какие-то метки, да, непосредственно. Потом мы это с вами должны опубликовать. И вот по ссылке мы можем уже с вами увидеть наше творение, после чего имеем возможность с вами делиться. Итак, всего четыре таких основных шага. Итак, вот у нас шаблон. Пообратите внимание, да, у меня сейчас уже, как я вам сказала, да, я зарегистрирована в Google, соответственно, я вошла в свой аккаунт, и поэтому мне сразу предлагается вот Google Диск и создать копию данного кроссворда. Значит, мы с вами нажимаем создать копию. Чтобы время не терять, я уже вела данные. Обратите внимание, у нас три столбца. В первом столбце мы с вами пишем непосредственно слова, во втором столбце мы пишем вопросы, но вот в данном случае, чтобы долго не сочинять, я вот решила воспользоваться примерами в качестве вопроса. И у нас тут есть с вами некоторые комментарии, да, которые как раз говорят о том, что мы с вами можем в принципе вводить сколько слов, сколько нам надо, вот, и, в общем-то, самое главное не изменять вот эти значения, которые написаны в первой строчке. Итак, значит, первый шаг мы с вами сделали. Мы с вами скачали шаблон, мы его открыли непосредственно. Второй шаг мы с вами выполнили. Мы ввели слова и вопросы. Третий шаг – это мы должны опубликовать в интернете. То есть в данном случае у нас появляется информация о том, что есть некая ссылка, да, для нашего документа. И после чего мы с вами переходим на следующий лист, в котором содержится ссылка на наше задание, в данном случае на наш кроссворд. Вот, обратите внимание, вот кроссворд создан. И мы с вами имеем возможность наблюдать, да, что даже пусть у меня не так много слов, но тем не менее сетка у нас меняется, что дает возможность мне это задание распечатать в нескольких вариантов, да, и раздать ученикам. То есть и себе распечатать, да, и ученикам. Кроме того, я могу поделиться, да, то есть могу предоставить вот эту как раз ссылочку для коллег, да, которые могут посмотреть этот кроссворд, ну и, соответственно, воспользоваться этими кроссвордами. И у нас с вами присутствует еще поделиться, вот, которая позволяет нам вот вживую скопировать эту ссылку. Кроме того, мы можем с вами также поделиться и непосредственно, допустим, отдавая в Twitter и взяв QR-код Google, допустим, плюс можно, вот, и так далее. То есть таким образом мы с вами увидели, что Google таблицы, благодаря такому интересному сайту, как Плипяти превращаются легко в кроссворд.